Весна 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 по адресу улица Братья Ксенофонтовых, 40-30 квартир, например. Ну и как бы небольшой такой компактный дом. А площадь, допустим, двухкомнатной квартиры, сколько она тоже составляет? Площадь двухкомнатной от 63 до 68. Но они большие. Большие, да, получается. А вы строите дома по своим проектам? Вообще занимаетесь ли вы проектированием вашей фирмы? Пока нет. Пока мы не занимались проектированием для строительства этих домов. Мы привлекали другие проектные организации. Но у нас лицензия позволяет вести такую деятельность, как проектирование. Мы пока еще не приступали, но думаю, все это в перспективе. А вот вы сдаете дома с черновой отделкой или уже полностью подключены? Как большинство застройщиков, мы сдаем квартиры с черновой отделкой. Но есть такое понятие, как предчистовая отделка. Это когда ровные-ровные полы подравненные с залитой стяжкой. То есть с ними не нужно ничего выравнивать, да? Да. Стены ровные. Но у нас есть такая практика, когда вот дольщик по отдельному договору при желании мог за какую-то доплату заказать ремонт квартиры. И при получении ключей получали полностью, да, уже с отделкой квартиры получали. Мы вот говорили, да, по срокам, вот то, что вот малоквартирные дома, да, то есть быстрее они строятся. А за какой период? Допустим, я вот сейчас хочу квартиру купить по-грусски, да, строящуюся дом. Покупайте. Да, когда я вот могу уже заехать? Срок сдачи строящегося дома, это второй квартал 2018 года. Да, ну, получается июнь где-то так, ну, буквально вот через год, да, буквально через год у нас дольщик уже получает свои ключи. Ну, надо сказать, что срок сдачи мы поставили с запасом. Да, то есть при хорошем раскладе вещей, то, возможно, и ранняя сдача. Ну, здорово, вот я буду ориентироваться на июнь, да, а вы бац, и в апреле, и, может быть, даже в марте уже скажете, получаете ключи. Ну, это здорово, это приятный будет сюрприз. А вот какова цена вот за, ну, квадратный метр, да, правильно вы будете говорить? Наша цена, она чуть ниже, чем средняя по рынку, 56 тысяч рублей за квадратный метр. Ну, надо смотреть, потому что квадратуры, квартиры, они совершенно разные. Есть однокомнатные, например, 38 квадратов, есть однокомнатные 46 квадратов. Все зависит от квадратуры. И с какими банками вы сотрудничаете? Потому что наверняка большинство наших телезрителей захотят купить квартиру в кредит, да? Да, конечно, вы совершенно правы. Люди в основном покупают с привлечением ипотечных средств. И в этом плане нам очень повезло, что мы аккредитованы в таких банках, как Сбербанк, Росельхозбанк и Алмаз-Иргенбанк. Алмаз-Иргенбанк у нас является основным партнером. 49% жильцов у нас в первом доме купили по ипотеке «Алмаз-Иргенбанк». И очень такой большой плюс, хороший момент, что сейчас в Покровске и в других улусах тоже реализуется программа «Новая квартира». То есть это ипотека без первоначального взноса, с минимальной процентной ставкой от 10%. Это очень выгодно, действительно. Почему ваша фирма строит дома только в Покровске? Может быть, у вас есть планы где-нибудь в мае, я не знаю, в Кобяйском улусе, в городе Якутске, наконец? Это очень хороший вопрос, Ларина. Пока мы ведем деятельность в Покровске, но тем не менее мы открыты для диалога, открыты для сотрудничества. И если у муниципальных образований и других улусов есть желание в строительстве многоквартирных домов, благоустроенных домов, то мы, конечно же, рассмотрим любые предложения. Есть готовые проекты, есть уже наработанный опыт, техническое оснащение тоже растет с каждым годом. Поэтому, я думаю, в этом плане мы себя никак не можем ограничивать и с радостью будем работать и в других улусах. Так что мотайте себе на уздороги, наши телезрители. И, Надежда, как вас найти-то? Вот, допустим, захотят они, ага, в мае строить дома. Мой телефон 8-964-416-5252. У нас офис в городе Якутске находится по адресу Октябрьская, 1-1, кабинет 510. В городе Покровске офис находится на улице Братьев Ксенофонтовых, 19, второй этаж. И кто ваши работники, кто строит дома? Они этому где-то обучались, квалифицированные или строители? У нас задействованы в строительстве как местные ребята, так и приезжие. Общая квалификация у них достаточно высокая. И хорошо, что у всех у них есть опыт работы в строительстве. Поэтому для нас это очень важно. Что ж, огромное спасибо, Надежда, за очень познавательную беседу. Я думаю, что ваши советы, ваша информация пригодилась нашим телезрителям. Действительно, подумайте, что весна это самое выгодное и лучшее время для приобретения квартиры, для строительства дома. Так что мотайте себе на ус эту информацию, дорогие друзья. Ну а если вы, чтобы ваши ножки не устали в поисках квартиры вашей мечты, следует правильно выбирать обувь. И следующий наш сюжет подскажет вам и даст несколько советов по этому поводу. Субтитры сделал DimaTorzok Вы найдете их в Dima в любом цвете и размере. В нашем обувном магазине Dima вы сможете себе подобрать классическую обувь, так и дизайнерские модели. В этом магазине можно найти очень интересные модели. Директор магазина сама отслеживает за производством каждой модели обуви. И среди них можно найти туфли и от DimaTorzok Магазин хоть и небольшой, но здесь все расположено так, что вы легко найдете то, что вам нужно. Любите изумрудный? Для вас отдельная полка. Ценитель строгой классики и вы найдете то, что непременно вам понравится. Любите яркие цвета? Включайте цвет и настроение вместе с Dima. DimaTorzok Каждому покупателю мы предоставляем дисконтные карты. Также вы можете приобрести подарочные сертификаты. Тут же к обуви вы можете подобрать сумки и стильные аксессуары. Платки, перчатки – все для создания цельного образа. Кстати, такие модели перчаток вы мало где найдете. Не похожие друг на друга, с внешним швом, со смайлом, гладкая цветная кожа, кожа с перфорацией, с аборткой. Словом, рай для модниц. Соотношение цена плюс качество, интересные модели, удобство и стиль. Все это DimaTorzok Магазин, который с любовью предлагает вам лучшую обувь от лучших производителей. Мы советуем. Модная, стильная, качественная и очень удобная обувь только в DimaTorzok. Мы вас ждем. Дорогие друзья, но мы продолжаем прогуливаться на нашем проспекте весна. Сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь. Увидимся мы с вами ровно через две минуты и через мгновение. Мы узнаем, как можно признаться в любви девушки, так и сделать ей предложение, чтобы она ни в коем случае не отказалась. И я думаю, что она не откажется. Субтитры создавал DimaTorzok А наш проспект весна продолжает удивлять и вдохновлять наших телезрителей. Я думаю, пришло самое время для того, чтобы помыть окна. И у нас наверху уже удобно устроился промышленный альпинист. Как там погода наверху? Ничего, ветрено, но ясно. Руслан, пожалуйста, спускайтесь к нам. Я хочу с удовольствием вам представить промышленного альпиниста фирмы «Ром Альп ЕКТ» Усманова Руслана и Сергея Аведова, который тоже к нам подходит. Друзья, скажите, пожалуйста, пока Руслан отстегивается, Сергей, кроме мойки окон, чем еще занимается ваша фирма «Ром Альп ЕКТ»? Ну, работа, которой мы занимаемся, сфера услуг, вообще без ограничений. Ну, такие на пальцах, которые можно перечислить. Например, монтаж-демонтаж сэндвич-панелей, монтаж-демонтаж окон, установка фасонных элементов внутри здания, снаружи здания, покраска, АКЗ, огнезащита. И одна наша услуга, которую мы постараемся продвинуть в городе Якутске, это подарок в окно. Буквально вчера в здании НВК Саха с крыши кто-то пытался забраться в окно и вручить цветы. Девушки, барышни нашей компании просто визжали от восторга. Кто не верит, я предлагаю прямо сейчас нашим телезрителям посмотреть это видео. Это видео буквально за сутки облетело весь Якнет. Это было и на ЕКТРУ, и в Инстаграме, и в ВКонтактах, и на Фейсбуке. Все обсуждают, и всем так было интересно. Кто же у нас такой романтичный на НВК Саха? И кому так повезло? Кому достались эти розы? Но на самом деле, возможно, я разочарую наших телезрителей, потому что вчера таким образом наш проспект Весна снимал видеосюжет как раз о фирме «Пром Альп ЕКТ». То есть какие же услуги он предоставляет. Как было на все на самом деле, давайте узнаем прямо сейчас. Посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Ребята, скажите, Сергей Руслан, как обычно реагируют те дамы, которым вот вручаются таким образом цветы? Действительно, они, наверное, пугаются, сидят там за окошком и растут вы, да? Ну да, конечно, это неожиданная реакция у всех происходит. Кто-то безудержно радуется, кто-то пугается. И каждый раз, когда работаем, да, если у нас работы происходят на жилых домах, каждый раз это большая опаска, потому что люди все неординарно реагируют вплоть до того, что вор лезет там, к примеру, в окно. Лучше пускай ударят, чем обрежут веревку. О, это ужасно, действительно. Но кто же скрывался за маской Человека-паука? Я думаю, что многие наши телезрители догадываются, и прямо сейчас мы хотим пригласить в нашу студию этого романтичного Человека-паука, который вчера вручал цветы моей коллеге Кате, которая была и ошарашена, и очарована в одно и то же время. У меня такое было смута, такое чувство эмоций. Иван, здравствуйте, мы очень рады вас видеть в нашей студии. Ну, как вам, понравилось вообще, нет, вчера? Сложно было спускаться? Нет, как обычно. Многие наши телезрители ругались, да, вот комментарии я читала на ЕКТ.ру. Как это же режимный объект? Действительно, конечно, Ивана бы не пустили бы на НВК Саха, если бы мы не снимали сюжет. Как обычно дети реагируют, Иван, когда вы спускаетесь к ним? Уже не сцветали, конечно, а вот в костюме Человека-паука. Реакция очень яркая аж. Особенно маленькие дети прямо реально верят, что это настоящий человек. Был случай, когда на Якутском разговаривал, и он меня спросил, а почему ты якутский знаешь? И я говорю, ну, супермены все языки знают. Там про базу спрашивали, еще что-то там свои юно-детские. Здорово, это действительно очень хорошо. А вообще скажите, вот как вы думаете сами, да, вот Сергей, Руслан, Иван, вот наши горожане, да, они вообще готовы к таким вот неординарным поступкам, да, вот? Ну, все со временем прививается, вот. Такая услуга, как... Это только вот начинается, на самом деле, да? Да, в городе Якутске это вот не... Еще люди не особо подготовлены, но также прививается, и со временем, я надеюсь, что популярность наберет. Так что, дорогие телезрители, имейте в виду, что если вы хотите удивить свою молодую женщину, свою невесту, то можно прибегнуть к услугам наших ребят из промальп ЕКТ, и таким образом сделать ей предложение. А вот высота вот дома играет какую-то роль, да, или для вас это не важно? Нет, не важно. Конечно, допуск к высотным работам у нас любой на промышленном альпинизме. Обязательно наличие допусков у каждого промышленного альпиниста. Это не... Любой человек этим может заниматься, вот. У нас ребята все лицензированные. И... Поэтому вот те телезрители, которые сейчас думают, да, дай-ка я тоже спущусь, да, да, или цветы, ни в коем случае этого не делайте, потому что это опасно. Для этого нужна необходимая подготовка специальная, да, какое-то обучение. А если, допустим, мужчина сам хочет, да, вручить цветы, вы можете как-то его подготовить? Да, мы можем провести инструктаж, подготовить, объяснить все, что к чему, и под чутким руководством одного из наших специалистов. Он спускается с крыши. Он может спуститься, да, довести его до нужного места, где, например, окно, да, если это он там хочет подарить цветы, удивить там ребенка своего, там, извиниться даже перед женщиной, перед своей за что-либо, там, куча очень много. Ну да, причин и поводов такого неординарного появления у нас много. Ну что ж, дорогие друзья, я вас благодарю за участие в нашей дневной программе, да, «Проспект Весна», за то, что нас тоже так же удивили. А найти «Пром Альп ЕКТ» достаточно легко, просто наберите в интернете «Пром Альп ЕКТ», и сразу же появится страничка этой фирмы и их телефоны. Ну а сейчас мы уходим на сюжет. Не переключайтесь. Мария и Матрёна – психологи Центра социальной и психологической поддержки семьи и молодежи. В прошлом году они обучались в Международном университете в Москве и стали практикующими коучами. Коучинг – это метод тренинга, в процессе которого коуч помогает своему ученику достичь жизненной или профессиональной цели. Согласитесь, что в последнее время женщина обладает маскулинными качествами, а этим девушкам пришла замечательная идея – создать клуб женственности. Они готовы разбудить в каждой женщине своё женское «я». Для этого проведут трёхмесячный курс для всех желающих. Помимо психологии мы хотим внедрить коучинг. Это для того, что человек, когда хочет к чему-то стремиться, у него есть определённая цель, мечта, он хочет какой-то поддержки, помощи. И при этом он спрашивает помощь у своих близких, родственников. Но у него иногда такое не получается. Почему? Потому что если человек будет настроен на свою собственную цель и идти к своей цели самостоятельно, зная при этом, что у него есть все ресурсы на то, что он сможет достичь этой цели, тогда он эту цель добьётся и получит намного больше удовольствия, чем ежели ему бы помогли. И поэтому коучинг, он именно настроен на тех людей, которые хотят меняться и при этом будут работать самостоятельно. Коуч только будет их направлять и поддерживать. Но всю работу, конечно, будет выполнять сами клиенты. То есть все женщины, которые будут к нам приходить в клуб женственности, они будут добиваться собственными ресурсами своей поставленной цели. Цель может быть не только похудеть, допустим, да, или внешне измениться, но и также как-то измениться внутренне, то есть именно раскрыть своё внутреннее женское «я». Каждая участница будет прикреплена к психологу или коучу, которые будут помогать индивидуально. Если вы хотите измениться внешне, внутренне или достичь поставленной цели, то этот курс именно для вас. Возраст не имеет значения. Каждую неделю будут занятия по фитнесу, по йоге, по вокалу, актёрскому мастерству, а также каждую неделю мы придумали изюминки. Видеть, допустим, мастера класса под эфилия, чтобы правильно поставить осанку. Стилиста по одежде, где каждая участница принесёт свой основной гардероб, и, значит, стилист по одежде будет разбирать, да, и смотря какой цвет у участницы, цвет волос, цвет кожи и так далее, да, будет подбирать, то есть цвета, которые вот будут подходить именно к ним. Также у нас будут, у нас будет сексолог, который будет рассказывать основные моменты, какие бывают дисгармонии. Также у нас будет мастер-класс по этикету, как себя вести в общественных местах. Будет мастер-класс по растеневодству, да, делать уютизацию именно в доме, ну, как женщина, как хранительница ЧК. До и после курса планируется профессиональная фотосессия, чтобы сравнить изменения. Ещё много чего интересного ожидает вас. Весь секрет не будем раскрывать, но даём гарантию, вам точно понравится. Ведь основная цель клуба женственности, можно сказать, глобальная. Это добиться гармоничных отношений в семье, а в целом и во всей Якутии. Записаться можно по адресу и телефону на нашем экране. Меня зовут Матрёна. Меня зовут Мария. Мы сертифицированные кочки, практикующие психологи. Мы поможем воплотить вашу мечту в реальность. Приходите к нам, мы будем рады вас видеть. Дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. С моими коллегами вы встретитесь завтра в это же время на том же месте. Не забудьте наш адрес – проспект Весна. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...